Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы моё отдельное, вам здравствуйте! Поговорим о Ольге Быковой и дне рождения Данила. Но в первую очередь, что хочется отметить, да, понятно, что дети переживают стресс от развода родителей. Если девочки всегда как бы ближе к маме, да, девочки легче переносят, потому что всё-таки мама находится рядом. В случае с мальчиками это, конечно, трагедия, потому что мальчик, как правило, всегда дружит с папой, копирует его модель поведения, вообще его повадки и старается по максимуму времени находиться с отцом. И вот именно в момент развода мне кажется, что всё-таки мальчики переносят тяжелее, чем девочки. И в роликах часто мы и наблюдали, что девчонки активные, да, они там резвятся, играют и тому подобное. Даня всегда мне казался в роликах достаточно замкнутым ребёнком. Он как бы и в кадры редко попадал, да, вот такой мальчишка, который сам в себе переживает вот это состояние развода родителей. И внутри вот он переживает эту боль, да, вот это отдаление от отца, от близкого человека. Ну вот так это, по крайней мере, всегда именно виделось для меня. Мне из всех детей всегда почему-то жальче всех было именно его, потому что я видела, что он, ну вот как-то отстранён от всех, он как-то сам по себе. Плюс не забывайте, да, большое количество девчонок, его погодок, и он как бы один мальчик среди них. Понятно, ему как бы, ну вот сам по себе. Лёша уже взрослый мальчишка, понятно, ему не очень интересно с Данилом тусить. Ну вот как-то так я это всё для себя видела. И очень мне было жаль именно его. Опять-таки я видела отношение Быковой к нему, скажем, достаточно холодное. С девчонками всё-таки она намного ближе. Данил как-то вот действительно сложилось впечатление сам по себе. Здесь смотрю его день рождения. Думаю, ну класс, вот мальчишке всё внимание будет, да, всё-таки в первую очередь это праздник ребёнка. И когда я увидела день рождения сам, у меня был шок. То есть у меня не было шока, мне было безразлично, да, что там на столе, что они покупают, что они накрывают на стол. Ну это как бы их личное дело. До того момента, пока я не увидела давление конкретно на Данила со стороны Жени, я была в шоке. Я не знаю, может быть для кого-то это норма. Может быть кто-то считает это правильным. Может быть кто-то считает, что это отцовское воспитание. Но и мне всё-таки ближе, да, система того, что ребёнок должен дружить с папой. Ребёнок должен любить папу, но никак не бояться его. И для меня, например, неприемлемо, когда папа давит своим авторитетом, да, вот этим родительским, на ребёнка. Он не пытается найти золотую середину, найти какой-то компромисс, а именно начинается давление. И такое вот именно жёсткое конкретное давление. Так это увидела я. Реакция Быкова меня тоже поразила. То есть она сидит и продолжает пилить контент. Ну, я честно говоря, не знаю, какая бы была у меня реакция на такое поведение папы, но явно неспокойно. Вот честно, явно неспокойно. В этот момент, наверное, я всё-таки остановила съёмку и начала как-то, ну пусть не агрессировать, но пытаться поговорить с папой, отвести его в сторону, что не стоит так давить на мальчишку. Первое, что меня поразило, да, как он взял, допустим, Данила, Женя за руку, да, и типа сидеть вот так вот сделал. Очень было неприятно на это смотреть. Второй момент, да, когда начал рассказывать, ты именинник, семья, можно время уделить пообщаться, он уже уделил время. И если папе не хватает времени для общения с Данилом, папа мог его поддержать. Он мог пойти с ним, посмотреть инструкцию, запустить ещё раз этого дрона и доставить ребёнку удовольствие. Ну а когда Женя начала рассказывать о том, что это семейный праздник, и ты можешь просто посидеть с семьёй, и папа вообще не часто приезжает, но первый момент, что Данил в этом не виноват, что папа не часто приезжает. Данил не виноват в том, что папа с мамой в разводе, его вины в этом никакой нет. И третий момент, да, который мне резанул слух, это не семейный праздник, это личный праздник Даниила, это его день рождения. И да, можно рассуждать, что детей воспитывают, да, объясняют ребят, но не мальчишке в 8 лет, и не мальчишке в день рождения. Но что он запомнит? Конечно, он запомнит свои слёзы. И когда папа начал рассказывать, ты что, девочка, для меня вот это сравнение было вообще неприемлемо. То есть такое ощущение, что мальчик не может плакать, выражая таким способом свои какие-то эмоции, с которыми ему в данный момент тяжело справиться. И мне кажется, здесь независимо от того, мальчик плачет или девочка, у родителя должна быть реакция одинаковая. Потому что в первую очередь это ребёнок, это кровиночка, да, это любимый, самый любимый, дорогой человечек на свете. Но как можно вот так вот на это всё спокойно реагировать? И вот эти все моменты, да, ты нас любишь, побудь с нами. Но вот начинаются, да, вот эти вот давления, манипуляции. Вот типа, ага, если ты уйдёшь, значит ты нас не любишь. Зачем это делать? Зачем ребёнку создавать такую зону дискомфорта? Зачем ребёнку настолько, да, давить на чувства? Вот это для меня осталось вообще за гранью. В следующий момент ты можешь встать и уйти, но нам будет обидно. То есть ему вроде бы дают возможность, да, выбора, что можешь встать и пойти, но при этом говорят, что если ты уйдёшь, нам будет обидно. Или мы там обидимся, или нам будет плохо. Зачем вот столько манипуляций применять на маленького ребёнка? Для меня это было непонятно. Понятно, можно рассуждать о том, что там его нужно уже с детства растить, воспитывать, объяснять, что есть мужчина, там хозяин дома. Я не знаю, тысячи вариантов. Ребят, ну я не согласна, потому что воспитывать можно вне праздника. И можно это сделать тоже по-разному. Да, можно какую-то диктатуру ребёнку диктовать, а можно с ним договариваться, можно компромиссом объяснять, да. Вот просто сесть и объяснить, почему бы я хотела, чтобы ты сейчас, извиняюсь, побыл с нами и уделил нам своё время. И здесь как бы, да, как бы обычно для меня женщина всё-таки корректирует поведение папы. Почему? Потому что мы всё-таки более чуткие создания и более как-то мягче на всё это реагируем. Мы больше понимаем всё-таки детей с позиции вот именно опять-таки чуткости. Здесь я не увидела чуткости от Быковой. Она сделала единственный такой момент, да, что, ну он не девочка, он просто плачет, он хочет к дрону. Но при этом, да, она в принципе никак не постаралась повлиять на ситуацию. Она её просто отпустила на самотёк. Почему? Потому что понятно, ей было это очень выгодно. Ей было выгодно показать, какая она хорошая на фоне Жени. И вот это меня тоже добило. То есть, когда идёт соперничество, да, перед детьми, кто лучший родитель, и при этом страдают дети. Для меня это абсолютно недопустимо. Опять-таки, папе, если мало времени, которое он проводит с Данилом, он мог встать и пойти вместе с ним, поиграться с дроном, уделить время конкретно имениннику. Ведь всегда, да, обычно у родителей как? Весь детский праздник крутится вокруг именинника. А здесь как-то, да, вот ты должен жить по нашим каким-то стандартам. Это, грубо говоря, сидят люди за столом. Это типа уже навязывание каких-то взрослых таких моментов, которые распространились почему-то на Данилы. Для меня это было вообще просто действительно шоком. Я не ожидала такого. Как-то Женя мне всё-таки как папа казался мягче. Здесь же я увидела конкретное именно давление. Ну, а поведение самой Быковой меня просто действительно ошарашило. Я не поняла, к чему это было вообще. Но самое главное, конечно же, сделать с этого контент и заработать денег. И выделиться на фоне Жени, чтобы все похвалили и сказали, вау, Оля, какая я, ты молодец. Но самое страшное, ребят, что в этот момент никто не подумал действительно о состоянии внутреннем, да, именно Даниила. О том, что ребёнок переживает. О том, что ребёнок слезами дал понять, да, что вот он не хочет этого делать. И здесь ломают его силу воли, да, как бы заставляют переступить через себя конкретно в угоду родителям. А теперь давайте рассуждать логически. Ну, вот представляем взрослый день рождения. Неважно, мужчина, женщина. Неважно, кто именинник. И вот на секундочку, например, дарят любимое авто. Неважно, вот предположим, женщина, да, мечтала об этом любимом автомобиле. Долго мечтала. И здесь муж делает вот такой вот подарок. Или мужчина, да, вот ему подарили автомобиль, о котором он долго мечтал. Какая будет реакция? Скажите мне, пожалуйста, кто там сильно усидит за столом? Или, я не знаю, будет сидеть и не срываться с места? У каждого будет желание быстрее добраться до этого автомобиля, покататься в нём, да, проверить. Я не знаю, как-то кайфануть. Полноценно насладиться своим праздником. И, конечно же, долгожданным подарком. Даже взрослые люди, не каждый сможет спокойно остаться и сидеть за столом. Но давайте смотреть правде в глаза. Что говорить за ребёнка? И кто в этот момент, какой мужик, да, если ему подарили любимый автомобиль, вот в случае с Женей, какой мужик спокойно и ровно усидит за столом, понимает, что в этот момент у него, например, там, собрались родственники и не скажут, да, ребят, дайте мне 30 минут, я поеду там кайфану, проверю машину, погоняю и вернусь обратно. Я уверена, что так сделают, но большинство мужчин. То есть здесь, допустим, да, конкретно ребёнку навязывали то, что хотел папа. Вот это, конечно, да, меня повергло шок и мне было искренне жаль мальчишку. Потому что для меня это действительно испорченный праздник. Потому что всё-таки я считаю, что родители должны делать по максимуму, чтобы ребёнок запомнил, да, вот эти детские дни рождения, я не знаю, ну, по максимуму, да, на всю жизнь. Вот эти эмоции, впечатления, как родители старались для него, не знаю, как-то выкладывались, помогали ему, да, создать вот это ощущение детского счастья. Ну, не знаю, так себе ролик и осадочек очень неприятный получился. Далее, конечно же, Оля рассказала, что мама не хочет отдавать ей её детей. Здесь мне стало очень смешно и весело. Возник вопрос, Оль, наверное, ты не сильно настаиваешь, раз мама не хочет тебе отдавать твоих детей. И тоже двойные стандарты. Сколько Быкова вылила грязи на свою маму? Про свои детские обиды рассказала. И как вот так она спокойно доверила своих детей, маме, для меня осталось непонятно. Но даже, ребят, если без стёба, да, посмотреть, всё-таки женщине более 70 лет. Двое маленьких детей на руках, которых не просто, да, пойди с ними погуляй или спать уложи, которым нужно приготовить, но за которыми, грубо говоря, нужен регулярный, постоянный уход и внимание. Каково пожилой женщине с двумя малышами, я могу только представить. И при этом, получается, Быковой с ними было невыносимо тяжело, а мама ничего, она справляется, всё у них замечательно складывается. И вот это для меня тоже непонятно как-то. И очень грустно наблюдать, когда вроде бы у мальчишки день рождения, и нет малышей, то есть, да, неполная семья. Вот как-то очень выделили в этом случае Якова и Матрону. Далее, конечно же, Быкова сообщила, что к ней едет очередной волонтёр. Вы знаете, я поражаюсь. Во-первых, я не понимаю смысла приезда этого волонтёра, вообще волонтёров, да. Но приехал к тебе человек на неделю, на две. Ну, снял там, взял на себя груз каких-то твоих проблем по уходу за детьми. Но он всё равно развернулся и уехал. Самое парадоксальное, да, как она спокойно впускает всех к себе домой. То есть, её ничего не волнует. Не состояние здоровья, не то, что, допустим, да, дети привыкают к этим людям, потом эти люди уезжают. И вообще, для чего эта движуха? Для того, чтобы тебе кто-то помог полы помыть? Но я не понимаю, какая она, Быкова, сверхнагрузка, с учётом того, что она уже освобождена от скотного двора. То есть, она не занимается, да, сейчас животными. Она, по большому счёту, занимается исключительно детьми. Двоих маленьких детей уже тоже забрали. То есть, у неё из 10 человек осталось 6. И я не понимаю, в чём прикол, что ей необходимо постоянно участие кого-то. Необходимы какие-то волонтёры, какие-то помощники. То есть, возникает вопрос, что мама делает целыми днями. Посмотреть количество приготовляемой ей еды, ребят, ну, я не знаю, это просто действительно смешно. Такими порциями и кастрюлями варят в любой семье. То есть, никакой сверхнагрузки на ней я не вижу. Убрать дом, но покажите мне, пожалуйста, кто из нас, женщин, не убирает своё жильё. Следующий момент. Дети остались достаточно взрослые. Реально достаточно взрослые. То есть, чём такая идёт прям на неё колоссальная глобальная нагрузка? Да, есть один грудничок. Но опять-таки, да, ребят, ну а как, допустим, другие мамы, имея грудничка на руках, и других детей элементарно справляются? В чём здесь загвоздка, для меня вот остаётся всё время непонятным. То есть, в чём необходимость приезда вот этих волонтёров? Тем более, согласитесь, не каждый согласится на своё личное пространство пускать абсолютно чужих, незнакомых людей. Чтоб они находились рядом с тобой, рядом с твоими детьми. И люди могут разные попасться. Вот здесь я этого вообще не понимаю. Я не понимаю, да, вот мне никто из хомяков не может объяснить, в чём же такая сверхнагрузка и действительно необходимость приезда этих волонтёров. Ну вот интересно. Ребят, ну а на сегодня я всё сказала. Буду прощаться, конечно. Продолжение следует. Пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!